Ребята, вы знаете, на чем люди ездят? Сегодня мы с вами нарисуем именно тот транспорт, которым пользуется человек для передвижения из одного места в другое. Я нарисую сейчас автобус. Он также относится к наземному транспорту и предназначен для того, чтобы перевозить людей. У меня будет двухэтажный автобус. И обратите внимание, что все детали нашего автобуса выполнены геометрическими фигурами. Все состоит из прямоугольников и квадратов. Колеса круглые. То есть мы с вами соединяем прямоугольные, квадратные, круглые фигуры и создаем автобус. После того, как мы все с вами нарисовали, нужно сгладить все углы. Я карандашом провожу поверх своих геометрических фигур, резинкой-еластиком. Лишнее убираю. И аккуратно линией карандаша сглаживаю все углы. Ну и так, ребята. Следующей машинкой у меня будет легковой автомобиль. Первое. Обратите внимание. Прямоугольник. Второе. Квадрат. Третье. Тоже квадрат. И два круглых колеса. Теперь я обозначу внутри колес маленькие два колесика. И плавной линией соединяю все углы, склаживая их, формируя машинку. Прорисовываем все детали уже более толстой линией. Два квадратных окошка. Также нужно сгладить линией. И все остальное мы убираем лишнее ластиком. Прорисовав все нужные детали, нарисуем центр дороги. На дороге есть разметка. Она белого цвета. Мы ее прокрашивать потом не будем. Прорисуем бордюр. Он тоже будет белый. И раскрашивать его не надо. Добавлю недостающие детали для автобуса. Итак, с дорогой мы закончили. На заднем плане прорисуем дома. Окошки. Дом и окошки прямоугольной формы. Посередине будет светофор. Ну и нам с вами осталось добавить недостающие элементы пейзажа на заднем плане. Ну вот, все элементы рисунка готовы. Рисовать мы будем с вами сегодня акварельными красками. Можно было и гуашью, но я выбрала акварель. Вспоминаем правило рисования акварелью. Мы аккуратно кончиком кисточки набираем краску. И кончиком кисточки ведем по листу. Акварель разводится водичкой. Много акварели на кисточку набирать не нужно. Добавьте водички и краска станет более светлой. Прокрашиваем все небо. Не заходим за линию. Рисуем пока только одним цветом, голубым. Ну вот, мы и закончили раскрашивать наше небо. Промываем кисточку. И не забываем осушить салфетку. Теперь мы займемся дорогой. Смочили кисточку. Взяли черный цвет. И прокрашиваем дорогу. Мы добавляем водички. Краски много на кисточку, брать не нужно. Цвет получится светлым, если вы добавите воды. Субтитры сделал DimaTorzok Закончив прокрашивать дорогу и тротуар. Мы с вами дадим ей высохнуть немножко. Поэтому будем рисовать верхнюю часть листа. И прокрасим наши домики бежевым цветом. Чтобы сделать бежевый цвет, мы макнем кончик кисточки в оранжевый и разбавим его водичкой. Получится бежевый цвет. Закончив прокрашивать домики, нарисуем деревца зеленым цветом. Наша дорога просохла. Чтобы сделать ее более выразительной, прорисуем бордюры. Кончиком кисточки и черным цветом акварели проведем линии под бордюром и под разметной линией на дороге. Даем просохнуть нашей дороге и будем раскрашивать автомобили. Легковой автомобиль я раскрашу желтым цветом, прокрашивая все части машины, кроме окошек и колес. Автобус я хочу раскрасить красным цветом акварели. Также аккуратно, не выходя за линию, прокрашиваем весь автобус в красный цвет. Пока наши машинки высыхают, зеленым цветом прорисуем листву на деревьях. Добавим нашему бордюру немного живописности и дорисуем травку под бордюром. Также зеленым цветом я нарисую главный цвет на светофоре зеленый, на который можно переходить дорогу, а на красный нельзя. Вы помните это, ребята? Голубым цветом акварели прокрасим все-все окошки. Ну что, пришло время. Время раскрасить колеса в черный цвет. Аккуратно, не выходя за линию, круговыми движениями прокрашиваем шины наших колес на легковом автомобиле и на автобусе. В центре нарисуем серединки маленькими точечками. Чтобы наши машинки не потерялись на нашей картине, мы должны их немножко выделить. Кончиком кисточки, аккуратно, черным цветом, я обведу наши машинки по контуру карандаша. Тогда их станет более четче видно. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Конечно же я не забыла про светофор Обведем его черным цветом Проведем ему ножку, стойку И конечно же вспомним, что посередине у светофора Желтый цвет, на который мы ждем Коричневым цветом акварели прорисуем ветки деревьев И вот взгляните ребята На нашей дороге едут уже два автомобиля Автобус и легковая машина Я думаю ребята, у вас все получится Если вы будете стараться Берите в руки кисточки, краски, а также карандаши и ластик И приступайте к работе Удачи вам ребята!